Золотое кольцо может стать больше. Эту тему обсудили руководители городов, входящих в состав популярного туристического маршрута. Совещание прошло в Костроме, куда прибыл и мэр Ярославля Владимир Слепцов. Моя коллега Алена Стецук работала в соседнем регионе. Кострома стала центром семинара по развитию туризма в Золотом кольце. Здесь собрались делегации из шести городов. Первым и, пожалуй, основным вопросом встречи стало включение в состав туристического маршрута нового города. Претендентов шесть. Это Александров, Серпухов, Тарусы, Гороховец, Галич и Рязань. Главы этих городов сегодня презентовали потенциал и развитие своих земель. Уникальное и родное прошлое Серпухова, сохранившиеся исторические застройки разных веков и стилей, обеспечивают его популярность, делают привлекательными туристами. Мэр Ярославля Владимир Слепцов – один из членов Совета. В том числе он решал, какой город достоин стать частью Золотого кольца. Мы заикнулись от поддержки правительства Московской области, в данном случае губернатора Московской области. У нас есть какие-то уже договоренности на предмет финансирования дальнейшего развития города, для того, чтобы он по-настоящему стал городом, который входит в состав Золотого кольца. Каждому претенденту дали ровно десять минут на представление своего города. После члены Совета провели тайное совещание, журналистов туда не пустили, поэтому нюансы обсуждения остаются в секрете. Окончательное решение такое нового города в составе Золотого кольца пока не будет. Сейчас выбрали одного из основных претендентов, им стал Серпухов. Сегодня у города, насколько мы знаем и понимаем, нет самостоятельного сайта по продвижению туристического продукта. Сегодня мы хотели бы понимать, как мэр планирует осуществлять маркетинговую политику, как и с кем он, и откуда он хочет привлекать, и каким образом он хочет привлекать туристов. Ну и вот еще ряд вопросов, которые мы обязательно направим в адрес губернатора. Самое важное решение семинара принято, программа продолжается. Делегации пробудут в Костроме еще два дня. Завтра предстоит обзорная экскурсия по городу, а также посещение основных туристических точек, таких, как, к примеру, лосиная ферма или резиденция Снегурочки. А в субботу в Костроме состоится фестиваль сыра, в котором гости также поучаствуют. Алена Ститук, Максим Сушанов, Новости города.